Знаете, это невероятное, крайне превосходное чувство полной свободы, когда ты попал под дождь. Кого-то, быть может, такая ситуация совсем не порадовала, но меня она ввела бы в волшебную гармонию со всем, что меня окружает. Такие строки часто рождаются в аудиториях Дальневосточного технического колледжа. Студентка Юлия Сойко в любую свободную минуту готова творить. И сегодня, во Всемирный день поэзии, записывает свои мысли на бумагу. Часто идеи посещают после интересных уроков. Часто такое было на уроке общества знания, потому что там очень много таких, бывали, философские фразы проскальзывают. И вот я вижу, и мне хочется что-то додумать, что-то дописать, эту картину, как будто она нецелостная. И вот так все рождается. В основе стихотворения обычно чувства, явления природы, философские размышления. И хоть на эти темы в отечественной и зарубежной литературе уже написано много, девушка излагает именно свои мысли. А читать, кстати, любит с детства. Главным примером для меня стала моя прабабушка, поскольку достаточно большое количество времени моего детства мы проводили с ней. У нее была своя небольшая библиотека. Это буквально три книжных шкафа. Но в них было так много интересного. И для моего, наверное, детского мировоззрения это было чем-то чудесным. По мотивам интересных книжек про морские приключения и пиратов, девочка Юля написала свое первое стихотворение в шесть или семь лет. Стою на пристани я утром, смотрю на горизонт и вижу, как корабль шустрый на всех парах идет. На палубе все моряки собрались и жажда встречи всей они с землей. Ведь месяцы, года промчались, когда ступили на борт свой. В данный момент я предпочитаю поэтическую прозу, потому что именно в ней я могу больше высказать свои мысли, какие-то переживания насчет чего-либо. В копилке юной поэтессы около 40 прозаических и поэтических произведений. Но ни одно Юлия не публиковала. Волнительно. Слишком личное. Вдруг читатели не поймут. Конечно, есть люди, которые меня поддерживают. В первую очередь хочу поблагодарить, наверное, всех преподавателей русского языка. В моей жизни мне очень сильно повезло с тем, что абсолютно каждый преподаватель русского языка был прекрасным человеком и всегда меня поддерживал. Самые амбициозные планы – разработать проект по сохранению природы. Показать уссурицам, что жить экологично не так сложно, как кажется. И сделать это творчески, чтобы заинтересовать детей и подростков. Юлия Корпит над своей идеей и не забывает о любимой поэзии. Любовь нема, слепа. Любовь калека. И убивают многие ее внутри. Но как окажемся мы с нужным человеком, нам способы все для любви даны. Ведь у нее еще остались крылья. И сердце что не прекратит стучать. Любовь бывает разной, но отныне старайтесь это чаще замечать.